Напомним, в этом году перед тем, как выделить деньги на реализацию программы формирования комфортной городской среды, решено проводить что-то вроде общественных обсуждений. Предложения от жителей не заставили себя долго ждать. С начала года проведена большая работа. Мы собирали заявки, предложения от жителей города. Заявок поступило достаточно много. Было 55 заявок по различным территориям нашего города. Например, жители предложили наконец-таки построить фонтан в центре, про который говорили в администрации уже не первый год. Другое предложение касалось благоустройства уточкиного пруда в микрорайоне Клистовка. Также предлагалось установить спортивную площадку в сквере напротив горнохимического техникума. Очевидно, что на все предложенные 55 проектов в этом году просто не хватит денег. На программу формирования комфортной городской среды выделено 33 миллиона рублей. Но в эту программу входят как общественные территории, так и дворовые. Поэтому чиновники вместе с некоторыми представителями общественности отобрали только 9 проектов. Как видим, фонтан в этот перечень не попал. Зато очень хотелось бы посмотреть на тех жителей, которые в качестве одного из самых первоочередных и важных проектов комфортной городской среды Соликамска предложили и поддержали проект новой сцены на Воскресенской площади. Как раз в понедельник представитель управления культур Анастасия Чищихина презентовала в администрации проект для общегородских праздников. Сегодня мы представляем проект по обустройству новой двухуровневой сцены на Воскресенской площади. Почему возникает данная потребность? Та сцена, которая сейчас стоит на Воскресенской площади, она не удовлетворяет техническим особенностям, которые должны быть. По справедливому замечанию Анастасии Чищихиной, существующая сегодня сцена на Воскресенской площади не самое безопасное место для выступления, особенно детских танцевальных коллективов. А значит, новость цене быть. Осталась формальность, чтобы данный проект или все девять из предложенных администрации одобрили жители. 18 марта пункты голосования по выбору проектов комфортной городской среды сотрудники администрации города планируют организовать практически во всех школах города. Анастасия Журавлева, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ